В залах Государственного музея художественной культуры Новгородской земли открылась выставка с необычным названием «Два директора ИК». На ней представлена целая коллекция изделий и арт-объектов из истории русского народного ткачества. В историю традиционного новгородского ремесла погрузилась Ирина Ускова. Древнее ремесло с многовековой историей ткачества и сегодня продолжает оставаться актуальной технологией для изготовления всевозможных изделий. В этом организаторы выставки предложили убедиться новгородскому зрителю, представив три периода декоративно-прикладного искусства. Многоуточное тканье. Это называется звезды. Это одна из сложнейших техник. В работе используется много цветовых утков. Вот давайте почитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь утков, которые встречаются, делаются узелки, петельки, пипочки и расходятся в разные стороны. Нужно все это свести. Есть еще более сложные варианты. В период русского авангарда вертикальные горизонтальные линии сотканного полотна, как схемы мироздания, вдохновили художников к активной переработке народного творчества в яркий современный язык. Так родилась знаменитая крестьянская серия Казимира Малевича. А вот оживить картины великого мастера посредством ткачества взялась уже новгородская команда «Манифактура». Разглядывая полотна, можно увидеть, что огромные полотна сделаны очень маленькой кисточкой. То есть, поскольку он работал градиентами, плавными переходами от цвета в цвет и очень любил яркие цвета, то если вы увидите, там прямо вот такие тык-тык-тык-тык-тык маленькие мазки. И я вдруг еще раз взглянула и поняла, что это то, что нам нужно, потому что это очень похоже на зерно ткачества. «Красный дом» просто вышел из-за наименной картины Малевичей, стал реальным объектом, а его место занял торговый центр, который сотнями шагают по стране. Героини картины девушки в поле превратились в манекена для витрины бутика. Их наряды – это сотканные из полиэтилена полотна, как предупреждение безудержному перепроизводству товаров в современном мире. Но вот свои лучшие качества, непроницаемость, легкость и стабильный цвет полиэтилен готов положить на алтарь экологии. В отличие от непродолжительного периода использования пакета, авторская сумка из полиэтиленового полотна становится не только многоразовой, но и абсолютно индивидуальной. «Самое главное, что мы еще новгородское ткачество продвигаем. То есть вот это рисунок – пряник новгородский, то есть исконно русский. Немножко мы его увеличили в размерах, да, и как бы мы хотим, чтобы наши люди вокруг, чтобы они знали, что это именно новгородское, чтобы этим гордились, носили его с удовольствием». Все изделия и арт-объекты, представленные на выставке, можно будет приобрести или заказать аналог в доме ткачества манифактура, а при желании самим вдохновиться на создание практичного изделия с живой энергией. При производстве этой шкуры не пострадало ни одно животное. Наоборот, вторую жизнь получили 30 пар, ставших ненужными старых джинсов. Ирина Ускова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.